В эфире телекомпании Круг новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Катерина Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Затонувший танкер Делфи планирует убрать с пляжа Дельфин в лучшем случае не раньше первой недели августа. Эдуард Гурвиц будет баллотироваться на пост Одесского городского головы. О своих планах политик рассказал в интервью местному телевидению. Возле памятника Дюку де Решилье состоялась мирная акция протеста с целью отмены запрета работы одесских ресторанов и учреждений общественного питания после 23.00. Эвакуация затонувшего танкера Делфи с Одесского берега снова переносится. Убрать его, как предполагали к 20 июля, не получится. Точной даты завершения операции нет и сейчас. На очередной пресс-конференции представитель компании заказчика указал на множество технических подробностей подъема и эвакуации судна. 80% работы подготовительного этапа уже сделано. Но срок, установленный президентом для окончания операции, 20 июля, оказался нереальным. Работе водолазов помешала штормовая погода. К тому же, по мнению эксперта, ранее намеченные другими специалистами планы были необоснованы. Определенную дату завершения работ назвать вообще невозможно. Мы 18 числа планируем завершить второй этап. И на третий, четвертый этап мы планируем потратить две недели времени. На каждый этап по неделю. Установить экономический ущерб от аварии можно будет только после эвакуации судна, когда эксперты посчитают количество вредных веществ, выброшенных в море. Эдуард Гурвиц будет баллотироваться на выборах Одесского городского головы. О своих планах политик рассказал в большом интервью на Седьмом канале. Местные выборы пройдут в иных экономических и правовых условиях, что значительно расширяет возможность муниципальной власти. Появились возможности децентрализации. Мы работали в значительно более сложных условиях. И очень можно много сделать для города. И это сейчас не делается. Политик дал оценку действующей власти, выявил причины проблем, стоящих перед городом. Нередко они кроются в личностных особенностях руководителей. Уроки пребывания у власти Костусева и Труханова были катастрофичными для города. Я, надо сказать, предупреждал еще бывшего президента, который сбежал из-за своей недальновидности, что Костусев явный недоумок, который нанесет большой вред Одессе. Я считаю, что Труханов – это абсолютно ограниченный человек, который может и с большим трудом возглавлять какую-то охранную контору и открывать двери в автомобиле своему шефу, но никак не может руководить миллионным городом. Это оскорбление для Одессы, причем громадное оскорбление для такого города, как Одесса, чтобы ими руководили ничтожество. Эдуард Горвиц выделил ряд проблем, являющихся результатом деятельности предыдущей и действующей властей города. Застройка города, в общем-то, является просто преступной. Застройка побережья Одесского. Созданы условия для того, чтобы одесские склоны в любой момент поползли. Созданы условия для того, чтобы в городе были максимальные пробки. Транспортные развязки вообще никак не делались. То есть город хаотично, беспорядочно и ясно, за какие дивиденды, которые получали власти, застраивался. Продавалась городская собственность за копейки. Закономерным итогом нескольких лет правления команды Геннадия Труханова Эдуард Горвиц считает судебные процессы против нынешнего мэра и его соратников. Я верю в то, что все-таки вновь созданный антикоррупционный суд, на который возлагались большие надежды, и он вроде работает, конечно, пандемия этому мешает, в конце концов примет законные решения по целому яду дел, которые возбуждены против разного рода руководителей в Одессе и в первую очередь против Труханова. Это и дело Краяна, общеизвестный вопрос. Это и дело по аэропорту Застава. Это и дело незаконного обогащения. Да там куча дел, даже не хочется их перечислять. И все они показывают, что о чем бы мы ни говорили, и ситуацию можно вообще характеризовать одним словом – воруют. К разорению города приводит непрофессиональная и даже преступная финансово-экономическая деятельность муниципальной администрации. Беспривно берутся кредиты. Меня когда-то ругали на всяких каналах за то, что я брал кредиты. Так вот я брал кредит, когда ситуация в городе была катастрофической, когда нечем было платить зарплату, это в 90-е годы. Когда люди по три месяца не получали в бюджетных организациях, когда мы не могли привести город в порядок, не могли ничего сделать в коммунальном хозяйстве. Я вынужден набрал этот кредит и планировал, как я его все-таки очень быстро отдам. А сейчас, когда город держит на депозите деньги, когда денег много, эти кредиты берутся с одной целью – поставить город в самое двойное положение в следующем году, когда придется платить, а эти деньги, очевидно, хотят похитить, растащить, разворовать. Первоначальной причиной сложившейся ситуации, как считает политик, стала масштабная фальсификация итогов выборов. Мы возвращаемся к выборам 2014 года. «Экзитпол» проводила студия Савика Шустера. Он показал, что я выиграл выборы с разрывом 7%. Это 22 тысячи голосов. Меня поздравил президент, избранный президент Порошенко. С ним был Кличко. И все эти данные были переписаны, искажены. Комиссия, которая была здесь создана, мы ее помним, эту комиссию совершенно ничтожную, которая вообще-то должна была бы в тюрьме сидеть. Эдуард Гурвис надеется на формирование нового состава избирательных комиссий, что позволит провести выборы в рамках закона и сменить власть в городе. Десятки миллионов гривен улетают из одесского бюджета в черную дыру под названием благоустройство учебных заведений. Деньги перечисляют частным компаниям, а работа не выполняется. Виновные в бесполезных тратах остаются безнаказанными. В 89-й школе на улице Ильфа и Петрова провели так называемое благоустройство территории. Заказчик – городское управление капитального строительства. Тендер выиграла компания «Комфорт Универсал Бут». За работу ей заплатили 26 миллионов 407 тысяч гривен. Уже через несколько месяцев резиновое покрытие спортивной площадки начало вздуваться, а блестовочная плитка на здании школы отваливалась, а забор шатался даже под ветром. Как рассказали родители школьников, исполнители работ дважды заставляли перекладывать неправильно уложенные резиновые плиты и ремонтировать пешеходные дорожки. Халтура как была, так и осталась. После дождя площадка превращается в большую лужу. При ее строительстве разумные инженеры не подумали о стоке воды. Самым маленьким детишкам это доставляет удовольствие, а вот родителям, особенно мамам, добавляют работы. В прошлом году это, по-моему, было положено. Ну, где-то год-полтора назад это было положено. Потом прошел дождь, ее посмывало, и потом третий раз вот это переложили. Зимой было такое вообще печальное состояние, она была поднята. Но сейчас ее вроде как подрихтовали немного. Казалось бы ясно, что с этой компанией дело иметь нельзя. Но в декабре прошлого года город заключил с бракоделами дополнительный договор еще на 13 миллионов. Тендер провели формально, без конкурентов, путем переговоров. Всего компания «Комфорт Универсал Бут» получила почти 40 миллионов гривен из городского бюджета. Эта халтура далеко не первая в одесских школах. Вспомним, к примеру, позорно знаменитый забор в 55-й школе, неподалеку от 89-й. Поставили его летом 2018 года, и вскоре он, как и следовало ожидать, упал. Деньги потрачены, виновных нет. Да и кто же будет в мэрии их искать, если виновные садят там же. И будут безнаказанно сидеть, по крайней мере, до местных выборов, когда потеряют свои годами насиженные кресла. Александр Виноградов, Юрий Шенкаренко, телекомпания «Круг». Улица Черноморского казачества, по словам местных жителей, давным-давно заброшена. Горожане пытаются достучаться до городских властей, однако все без толку. В каком состоянии улица и двор домов с номера 51 по 55-й смотрите в нашем сюжете. Лишь бы не было дождя. С такой мыслью живут люди на улице Черноморского казачества. Дорога вдоль дома номер 51 и общий двор для домов с 51-го номера по 55-й превращается в непроходимое болото. По словам местных жителей, зайти во двор можно только вплавь, ведь сплошные ямы заливаются дождевой водой. Однако это еще не все беды, которые несет непогода. Ветки деревьев, которые долгие годы люди просят спилить, во время дождя и ветра продолжают биться об стены и балконы здания, разрушая его при этом. Как давно вы в таком состоянии? Сколько я тут живу, 18 лет, и такой я сюда пришла. Так что... А вы либо соседи обращались куда-то, чтобы сидел или нормально? Это бесполезно, что ходить. У меня потолки валятся там в кухне, в кухне так называемую. На ноль эмоций. Просишь дерево обрезать над балконом, прямо вот при хорошем ветре, кажется, что снесет этот балкон. Два заявления написаны. Никто никакого внимания не обращает, никому это не надо. А двор – это болото. Тут детей полный двор у нас. Это же три двора в месяц и три номера. Здесь вечером детки гуляют. Ну, как же можно здесь гулять? Вообще не знаю, пылища, грязище. Сколько я здесь живу, столько и такая дорога. А вы думаете, кто должен ремонтировать и отвечать за то, чтобы такого не было? Ну, не знаю, кто отвечает. Дорожники, наверное. Вам вообще комфортно ходить по такой дороге? Я думаю, что нет. А вот вечером вот тут-то… А вечером можно вообще волос крутить. Вдобавок убитой дороги и последствий, которые несет с собой непогода, местные не могут не обращать внимания на свалку, расположенную прямо за стенами их дома. Помимо неприятного запаха, исходящего от нее, люди боятся за свою безопасность. Ведь эта свалка уже неоднократно горела. К счастью, в предыдущие разы огонь обошел дом стороной. Но где гарантии, что в следующий раз так же повезет? Развалка, которую огородили, она уже два раза горела. Пожарные тут тушили. Мы думали, что у нас крыша начинает гореть. Вот они поставили забор. За забором, да? Да. Тут шикарная развалка. Горела пожарные были. Пока местные власти занимаются, по их мнению, более важными вопросами, люди вынуждены смириться и ждать. Однако сколько это еще может длиться? Когда в Одессе горожане начнут чувствовать себя в безопасности? Сколько можно кормить людей обещаниями? Может, пора уже начать делать те самые дела, которым просите доверять? В Одессе во время заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решили запретить работу ночных клубов и заведений общественного питания после 23.00. 15 июля возле памятника Дюку-де-Рышелье состоялась мирная акция протеста представителей одесских ресторанов и учреждений общественного питания с целью отмены этого запрета. Сотни представителей одесских ресторанов и учреждений общественного питания протестовали ночью 15 июля на Приморском бульваре против запрета работы после 23.00. Они заявили, что бизнес несет убытки из-за запрета. Акция «Мирная» без шума, без криков, без перекрытия трасс. Эта акция направлена на отмену этого запрета. Сейчас мы говорим только о запрете. Хотя, если обсуждать ее шире, персонал, для того, чтобы начать работать в условиях адаптивного карантина, персонал начал работать в масках на жире 40 градусов, в перчатках на жире 40 градусов. Это отдельная тема, которую еще долго будут обсуждать наши медики последствия. Но, тем не менее, мы готовы на все жесткие требования, готовы их выполнить, если нам дадут работу. Курорты и города не могут закрываться в 23.00. Жизнь их только начинается вечером. Из-за карантина штат в заведениях вынуждены были сократить на 20-30%. А это большое количество рабочих мест. Сейчас запретили работать после 23.00. И это также приведет к сокращению. «Мы платим налоги, аренду. Создали все условия социальной дистанции и санитарных норм. И все равно нам не дают работать», – сказал ресторатор. «Мы хотим донести обществу и органам власти, что меры, принимаемые для предотвращения COVID-19, необоснованы и убийственны для нашей отрасли», – заявили участники акции. «Участники акции расставили на бульваре пустые стулья, как символ пустых залов в ресторанах. С плакатами «Нет запрету с 23.00 до 7.00». Предстающие заявили, что запрет не имеет смысла, поскольку коронавирус опасен в любое время суток. Но при этом рестораны и ночные клубы несут огромные убытки. Об акции было известно заранее. Владельцы одесских заведений рассказали о такой идее на встрече с губернатором. Тогда они попросили главу областной администрации отменить запрет на работу развлекательных заведений после 23.00. Максим Куцый поддержал идею и пообещал помочь. Он считает, что при соблюдении всех норм учреждения смогут работать. На улице Торговой мужчина залез на столб и пытался уничтожить камеру видеонаблюдения. Однако его засекла другая камера, находящаяся через дорогу. Видео опубликовал Центр 077. На улице Торговой около часа ночи мужчина увидел на столбе камеру городского видеонаблюдения и решил ее сломать. Парень решил залезть на столб, а его товарищ придерживал друга снизу. Несмотря на высокое расположение камеры, молодым людям все-таки удалось до нее дотянуться. Несколько раз камера подвергалась удару металлическим предметам. Однако сломать ее мужчина не сумел. После чего он решил повернуть ее вниз. Недостаток воспитания, помноженный на чувство безнаказанности, все чаще принимает совершенно неожиданные формы. В конце концов, никто не сможет дать гарантию, что следующим объектом внимания подобных шариковцев не станет прохожий или еще не будет личное имущество. Рассчитываем на правовую оценку происходящего полиции города. Будем рады любой помощи от неравнодушных граждан в деле поиска вандалов. Так подписали видео в городском центре видеонаблюдения Центр 077. Правоохранители разоблачили двух жителей Одессы в завладении мошенническим путем деньгами граждан. Мероприятие под процессуальным руководством местной прокуратуры проводили киберполицейские Одесской области совместно со следователями Суворовского отдела полиции в Одессе и привлечением спецподразделения КОРТ. Мужчины 22 и 26 лет с помощью собственной интернет-платформы использовали СИП-телефонию, которая позволяла совершать звонки из разных стран мира. Они представлялись финансовыми брокерами, которые позиционировали себя как лидера на финансовом рынке. Войдя в доверие, они предлагали гражданам Украины и стран Евросоюза инвестирование денежных средств в финансовые рынки и известные криптобиржи с целью открытия торгового счета на интернет-платформе. В дальнейшем завладевали деньгами инвесторов мошенническим путем. Для достижения своей шахарской деятельности фигуранты преобладнали житловое помещение под офис, где працювало близко 35 человек, которые выполнили функции колл-центра. За указанным фактом, начали криминальное проведение за частью 3 статьи 190 Криминального кодекса Украины – шахарство. В ходе обыска в офисе изъяли компьютерное оборудование, ноутбуки, маршрутизаторы и мобильные телефоны. Сейчас следственные действия продолжаются. Дайверы во время погружения обнаружили на дне моря станковый пулемет «Максим». Об этом сообщила военная академия Одессы у себя на странице Facebook. Дайверы из дайвинг-центра «Океан» недалеко от Лонжерона устроили настоящий подводный музей, куда стягивали немало сокровищ в истории человечества со дна Черного моря. Шторм и подводные течения расчистили неподалеку от музея дно. И вдруг после очередного погружения дайверы нашли пулемет «Максим». Об этом пишется в сообщении военной академии. Офицеры академии и военный капеллан Отец Василий Вирозуб приняли участие вместе с дайверами в подъеме на поверхность этой находки. После приведения в порядок он станет одним из экспонатов музея военной академии. Все находки военного происхождения дайверы передают военному музею, чтобы будущие офицеры могли собственноручно в прямом смысле коснуться истории развития военного вооружения. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важным и интересным сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего доброго. До встречи в эфире. По прогнозу гидромоцентра Черного и Зосского моря 17 июля в Одессе солнечно. Ветер восточный. 3,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, тепло днем 24-26 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok